Всем привет! Совсем недавно прошел отборочный тур Мисс Нижнекамск 2018. В финал прошли 10 участниц, и мы решили с ними пообщаться, так сказать, узнать, какие у них планы на будущее, узнать, как они хотят победить в финале, что они планируют делать дальше, хотят ли они стать профессиональными моделями и заниматься этим бизнесом, так сказать, профессионально. Ну и, в общем-то, хотелось бы еще, наверное, узнать, какие они в жизни, да, простые, веселые, грустные. В общем-то, позадавим вопросы, пообщаемся с девчонками, ну, а что из этого получится, я думаю, увидим в нашем ролике. Поехали! Отборочный тур прошел, вот как тебе вообще, ну, по ощущениям? Сложно было, несложно? И вообще, ну, какие твои вот дальнейшие видения, что дальше? Я очень сильно волновалась, потому что я уже участвовала, заняла второе место в 15-м году, поэтому было страшно, что в этот раз вообще не возьмут. Ты уже участвовала в конкурсе? Второй раз уже. Ну, да. Какой год? Так, второй год. Ну, не знаю, чего. Ты же все равно пришла, посмотрела на девчонок, допустим, да? Я ни на кого не смотрела и никого не слушала. А, закрытый. Я чисто сама, да, с собой. Вот прошла отборочный тур и вообще, ну, ощущения? Хорошие. Кто? Ощущения. В 2016-м там буквально 15 девочек, в этом году уже 25, что ли, 24. И, ну, популяция как раз в Мисс Литикамске растет. На самом деле это сложно. Сложно? Да. Первый раз ты вообще учуешь? Вообще я участвовала первый раз, для меня это было несложно. Все прошло хорошо, я ни чуточку не волновалась. Надо работать над собой, чтобы не зажиматься спокойно просто. Представить, что в зале никого нету и говорить. Как ты думаешь, ты симпатичная? Да. Или красивая? Ну, когда она крашеная, да. В утро не совсем. А, вот так, да, вот это все все? Да. Ты реально осознаешь, что все-таки, когда девушка красится, они красивее видят? Да, просто я очень светлая, у меня ресницы светлые, брови. Сейчас все красиво. Ну, это, конечно, окружающим виднее, но, опять же, я бы не пришла себе, не читалась по-красивой. Ну, ты вот встаешь каждое утро, смотришь в зеркало, видишь, какая я красивая. Ну, не каждая. А, не каждая? После субботы, я что-то вообще, короче, сегодня не то. Уберите зеркало. Каждый человек чем-то красив. Да? Да, я так считаю. Так приятно. Ну, а ты вот как относишься к силикону? Я? Да. Если когда мне будет уже 25, я буду старовато для модельного бизнеса. 25? Я буду старовато. Как это звучит? Для модельного бизнеса именно. Как это страшно звучит? 25, я буду старовато. Окей. И? Я бы, ну, я не против была. Что бы ты сделал? Грудь. Может быть, голубая. Я не знаю, что мне будет с 25 годом со мной. Чтобы стать моделью, что нужно? Параметры, в первую очередь. И рост, естественно. Вот. И должна быть какая-то изюминка, я считаю. В первую очередь, это внешние данные. То есть, рост, параметры, это все без исключения. А также ум и индивидуальность. То есть, если нет индивидуальности, то тебя не заметит жюри. Значит, ты не сможешь на победительницу. Она должна быть интеллектуально развита, симпатичная. Чтобы параметры подходили, рост тоже важен. Это же все-таки модельный конкурс красоты. Самый легкий вопрос. Вы же как бы почти модели. Следить за собой, работать над собой. И тело. А чем, если не модельный бизнес, чем бы ты занималась? Ну вот, профессия, которая тебе нравится. Я уже обучаюсь. На кого? На лаборанта-эколога. Мне, в принципе, нравится моя будущая профессия. Это у меня лично или общество? Ну да, у тебя. Я хочу пойти на медика, на врача, кардиолога. Я занимаюсь музыкой, но в будущем хочу стать политиком. Политиком? Да. А, это ты человек, который хочет стать депутатом, да? Ну, не обязательно депутатом, президентом. Можно, ну, я не знаю, что-нибудь с посольством связать, допустим. Импонирует тебе больше лаборант-эколог или модель? Модель, это вот такая профессия, она более женственная какая-то, более свободная. А лаборант-эколог, это уже больше другая отрасль. Поэтому я хочу быть просто красивым лаборантом-экологом. Ну, вот какой бы ты закон придумала, ну, если бы ты была депутатом, ну, в Государственную Думу, какой бы закон нанесла? Типа, кошечек надо обязательно домой с собой брать. Нормальный закон? Ой, вот, кстати, хорошая идея, чтобы, ну, безумных кошек, собак, ну, животных, чтобы не было. Нельзя выкидывать. Нет, нельзя выкидывать, да, в первую очередь. И приюты какие-нибудь там открываются побольше. Представь, что ты победила. Мисс Нижникамска, а дальше что? Ну, там же, получается, мне придется ехать на Мисс Татарстан. Ну, там тоже ты хочешь победить. Ну, допустим, да. Ну, дальше уже, дальше будет, надо быть, ехать на Мисс Россию, получается. Угу. Вот. Вот, вот, как-то так будет, получается, работает система, да? Просто для себя это будет, во-первых, очень большой опыт. Я буду, ну, уверена точно, что я добиваюсь очень хорошо своих целей. Ну, просто я очень креативный человек. Ты готова пойти на какие-то подлости, чтобы победить? Ну, типа, каблу кому-нибудь подломать, там, платье порвать. Ну, если ты знаешь, что девушка там, у нее там есть шансы на победу, и ты такая, ааа, хватит. Нет, я так не могу. Нет, потому что у меня есть принцип бумеранга. То есть я верю в то, что что-то ты сделаешь, тебе это вернется. Если, допустим, сделать что-нибудь на маленьком небольшом конкурсе, ты там, там, поедешь ты, там, на Мисс Россию, тебе это вернется в таком большом количестве, что просто, это просто... Ну, а ты вот считаешь, что вот модельный бизнес, он честный? Хочу в это верить. Нет, ну, смысла нету. Это же не Мисс Россия. А, на Мисс Россия быть? И там большие садки. На Мисс Россия, да. Кому чуть-чуть кофе на белое платье пролить, да? Ну, я пролила что-нибудь, да. Ну, может. Ну, а ты планируешь победить вообще в этой конкурсе? Мне кажется, любая планирует. Для меня, как бы, не важно победа. В принципе, я прошла финал, я уже этому рада. Моделируй ситуацию. У тебя есть парень, и ты постоянно в разъездах, и он тебе говорит, типа, выбирай, короче, или я там, или вот твой бизнес. Я с таким не сталкивалась, поэтому... Ну, вот, ты представь просто, вот я поэтому и говорю, что мы моделируем ситуацию. Нет, если он любит, то он смирится с этим, что он какой-нибудь... Нет, он любит, но он уже устал терпеть, что тебя нет постоянно дома, что ты там где-то фоткаешься, фоткаешься в нижнем белье, все тебе смотрят, и ему все говорят, типа, братан, у тебя там жена в купальнике, короче, это же, ну, как-то не очень. Я выберу семью. Семью? Да. Ну, вот не задумываюсь, скажешь, да пошло все к черту, и... Ну, да. Круто, молодец, молодец. Ну, скорее всего, они по пути просто будут. Путер зайдутся. Ты скажешь, братан, давай, увидимся. Ну, вообще, модельный бизнес, он до определенного возраста. То есть, пока ты молода, красива, да, хорошо, но, может быть, он сможет потерпеть. Путерпи немножко, я постарею, и все будет нормально. Семья. Ну, либо компромисс можно найти. Если у меня уже будут дети и муж, то я уже буду не настолько, наверное, востребованной модель. Смотри, вот представь, что, ну, как бы у тебя семья, получается, да? И в один момент... Моя? Нет, моя у тебя семья? Семью. Семью? Все, точно. Да. А идеальный мужчина он какой? Идеальный? Ну, идеальных не существует, наверное. Выбирай, типа, или я, или семья. Ой, типа... Либо я, либо семья. Либо работа, короче, либо семья. Я бы выбрала семью, конечно. А работа, что, неинтересна? Интересна, конечно, но семья же... Тем более, если есть ребенок, ради профессии модели я бы не ушла из семьи. Причем. Выпускников сколько надо, чтобы мужчин зарабатывать? Хотя бы тысяч пятьдесят, наверное. Пятьдесят? Ну, да. В месяц? Ну, да. Все, окей. А ты сколько должна зарабатывать? Я должна сидеть с ребенком дома и убираться, готовить. Семью. Семью? Да. Вопросы прям сразу бы не задумывать. Нет. Муж бы работал. Сколько должен мужчина заработать? Ну, я даже не знаю. Ну, примерно. Наверное, около ста, больше. Отлично. Хорошо. А, давай сравним твой идеал с какой-нибудь известной личностью. Это нормальная сумма, да-да. Только где ее зарабатывают, да? Так можно добиться к сорока годам. Нет, мы вместе будем этого добиваться. Все, понятно. Он на работу стоит. А? Давай, давай. До соточки пять тысяч не хватает. Э, профессии. Нет, давай на третью работу. Нет, я бы ему помогала. Он бы мне не запрещал бы работать, мы бы вместе. Я бы ему помогала, типа, раз будешь меня через пять минут. Ты чем? У тебя есть какое-то хобби? Чем занимаешься? Рисую. Че рисую? Картины. Картины? Красивые? Любые картины? Чем маслом, там, первым? Ну, люблю маслом рисовать. А можно нарисовать картину подсолнечным маслом? Или оливковым? Нет, только если разбавлять подсолнечным маслом, можно. Что поешь-то обычно? Поешь, играешь? Да, пою, играю на фортепиано, на гитаре. А где что-нибудь поем? Я читаю. Рэп? Рэп? Что здесь? Все читаю. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Нет, звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака. Фиолетовая вата. Магия цветов со льдом наших стаканов. Круто. Нет, на самом деле круто, да? Прикольный голос у тебя. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом. И днем, и ночью кот ученый все ходит под цепи кругом. Все. Вот самое сложное дальше. Вот эту часть все знают. Идет направо, пень заводит, идет направо. Все, ладно, молодец, проявляться. Сказку говорить. С танцами занимаюсь, люблю танцевать. Петь. Дурачиться около зеркала. Смотри, вопрос такой. У тебя есть миллион рублей. Да. Вот ты бы вкладывала в себя как модель дальше на развитие? Или, ну, не знаю, поехала бы путешествовать? Я, скорее всего, бы поехала путешествовать. Почему? Ну, не охота развиваться? Ну, охота. Может, я половину бы поделила, половину на путешествий, половину. Ну, на самом деле, я бы захотела вкладывать вот эти вот деньги в детдом, помощь бездомным. Ну, немножко на себя. Немножко? Это где-то 800 тысяч потрачу, а 200 тысяч отдам, да? Не знаю, мне бы хотел на путешествие и еще там. Ну, миллионы рублей же мало. Ну, мне бы хватило. Хватило? Да. Еще бы вложил куда-нибудь, в детский там. В приют? Да. Путешествовать. Себя бы не вкладывал? Типа для развития, там, я не знаю, фитнеса, пилатеса там. Ой, фитнес-пилатеса можно и дома заниматься. Путешествовать – это круче. Путешествовать, конечно. А от кого? От кого взяла бы вот свою путешествую? Мама и подруг. Всех? Нет, у меня их только четыре. Вот если бы ты с кем-то познакомилась, ну, с будущим супругом на концерте, и вот каким бы именем ты назвала свою дочку? Ну, не знаю, там, Негорш Крит, там, бывает, Негорш. Дочка? А скажи, вот, самый безбашенный поступок, который ты совершал, ну, за свои 16 лет вообще, и совершала ли? Поднималась в пять лет на парашютную вышку. А, и все? Ну, вот, пять лет поднималась на парашютную вышку, да? Одна, что ли? Нет, с подружками. А, что? В пять лет с подружками? Да. А родители где были? Дома. Я не помню, пять там, пять-шесть, что-то такое. Нет, дочке пять лет, она не могла с подружками сейчас куда-то пойти, одеться и пойти закрыть дверь, сказать, пап, мам, я пошла на парашютную вышку, увидимся. Но об этом никто не знал. Ну, наверное, семь, может быть, восемь лет. Нет, ну, не... Может быть, такое, что мне это приснилось? Ну, а, что-то... О-Оу, ла-ла-ла-оу, ла-ла-ла-ау, ла-ла-ла-ла-ау, ла-ла-ла-ла-та. Продолжение следует...